Доброе утро, добрый день! Сегодня у нас будет очень интересный и захватывающий эфир. Сегодня у нас в гостях будет Марина Клочкова. Она со своей семьёй совершает первую кругосветную экспозицию с детьми заходом в Антарктиду, и они преодолели несколько самых сложных мысов. Мы узнаем, с какими сложностями они столкнулись, почему они решили это делать. Марина с семьёй сейчас находится в Австралии, поэтому я предполагаю, будет в прямом эфире небольшая задержка, но в целом я очень рассчитываю, что у нас будет хорошая связь. Они достаточно регулярно ведут прямые трансляции в ютубе, и в принципе проблем нет, кроме как небольшая задержка. Так что готовьте ваши вопросы. Все, кто любит путешествовать, все, кто любит всякие экстремальные виды спорта или не любит, чтобы каждый день была одна и та же картинка, мне кажется, вам будет этот эфир очень полезен. Я сейчас жду Марину. Они отправились в кругосветное плавание, когда их девочкам было, старшей девочке было девять лет Насте, а младшей было всего два с половиной года. И обычно все ходят по Средиземке, по Средиземке, по Средиземке и уходят где-то в районе дни экватора. Чем отличается их кругосветка от всех остальных? Тем, что они решили преодолеть мыс Горн и потом пойти в сторону Антарктиды. Так, странно. О, увидела Марину. Отлично. Марина. Думаю, наверное, будет небольшая задержка, но сейчас мы посмотрим, как у нас все это будет происходить. Привет. Привет. Всем здравствуйте. У нас сегодня связь очень странная, но я надеюсь, что все будет хорошо. Я бы вот сейчас вот об этом рассказывала. Всех предупредила, что, возможно, будет небольшая задержка, поскольку вы находитесь на другом конце света в Австралии. Да, да, да. Все отлично сейчас. Даже эхо нету. Отлично. Вот даже я вам сейчас покажу картинку за бортом. Там она не очень живописная, но вот есть, видите, яхты. И тут вот я сижу такая радостная. Там огромные моторные катера, мне кажется, да, стоят. Да, да, моторные яхты стоят в основном. Ну, тут одна с мачтой есть, но все с мачтами с той стороны, с другой. Я уже вас сейчас начала представлять, рассказывать, но думаю, вы о себе лучше расскажете, более эмоционально. Ну, там на самом деле... Вот, Наташа, вы задавайте вопросы, не стесняйтесь, потому что рассказывать о нашем пути в море очень долго, и, может быть, это будет... Ну, короче, долго такой у нас был путь. Вот. Но на сегодня мы совершаем самую южную кругосветку в мире, под парусом, совершаемую семью с детьми. Мы от середины Тихого океана, когда... Короче, за несколько лет мы от Черногории за 4 года дошли до середины Тихого океана после острова Таити. И вот в ноябре, в конце ноября 2018 года мы поменяли кардинально свои планы и пошли делать самую южную кругосветку по ревущим 40-м, неистовым 50-м и воющим 60-м широтам, так они называются. Обошли мы с горн, который считается эверестом, морским эверестом. Прошли океанский полюс недоступности, сходили в Антарктиду, потом по штормам Южной Атлантики дошли до Кейптауна. Вот это уже был второй нон-стоп, который длился почти 2 месяца. Первый у нас был 62 дня переход длинный, потом, ну, без высадки на берег, там одна только у нас была остановка на несколько часов, а 54 дня было нон-стопа вообще автономного. Вот до Африки был нон-стоп 53 дня. И после Африки по Южному Индийскому океану мы шли 53 дня, а 55 до Африки сюда 53, и пришли в Австралию. Нам очень круто повезло, потому что мы пришли за день до закрытия границ. Вот еще бы денек, если бы мы зашли на остров Кергилен, как мы планировали изначально, он на 50-м градусе южной широты находится почти, и вот тогда бы мы потеряли вот эти 2-3 дня на стоянку и пришли бы в Австралию к закрывшимся границам. И неизвестно, чем бы это вообще для нас обернулось. Вот сейчас мы займемся в Австралии и ждем, когда что-то вообще поменяется в жизни. Вот самое интересное, вот в анонсе вы описали, что вы начали рассматривать такую возможность из-за аллергических реакций у старшей Насти, да? Ну, там не просто была аллергическая реакция, то есть у нас, в принципе, Настя, у нее бронхиальная астма была, причем от средних с переходом к тяжелой форме, то есть она уже прямыми шагами, семимильными шла к инвалидности, была на ингаляторах, на гормонах, мы раз в неделю задых у нее случался, раз в месяц мы попадали в больницу, и вот это вот все было, если бы мы пытались лечить так, как это придумана система, это бы было очень долго и, наверное, малоэффективно, потому что вот такие системные методы решения этой проблемы, они не избавляют в основном насовсем от проблемы. И вот это был такой у нас волшебный пендель для того, чтобы мы вообще пересмотрели свои какие-то взгляды, и вот в итоге нет хода без добра, это вот все привело нас в море, туда, где мы сегодня находимся. Ну, плюс, конечно, детские мечты, и вот это вот все вместе, и вот получилось так, как получилось. Получается, ну, я вас читаю уже достаточно давно, смотрю ваши прямые эфиры, да, поэтому я уже в курсе обо всем, да, но давайте начнем с самого начала. Вы задумали взять лодку, и ваш муж начал учиться, да, там вот он, ну, чтобы понабраться опыта, он выходил в море с узнанием, занимался перегонками, да, вроде бы, и когда муж набрался опыта, вы окончательно определились взять лодку и начали ваше вот это вот путешествие по Средиземному морю, да? Да, да, примерно так и было. А вот какие навыки были у вас? Вот у меня муж, в принципе, тоже учился, да, а я исключительно... книжкам, да, и, в принципе, вот достаточно ли этого, да, вот если один человек уже умеет, да, то второму легко научиться, да, вот ваше мнение, нужно ли двум взрослым уметь управлять яхтой, знать все вот эти вот нюансы технические, да? Ну, на самом деле, вот если брать именно яхтеную нашу, да, историю жизни, то, в принципе, не нужно обоим взрослым умение управлять яхтой, по крайней мере, на начальном этапе, поскольку потом ты начинаешь на ней жить и проходить такие сложные широты, в сложных условиях находиться, то ты сам очень многому параллельно учишься. На самом деле, вот корочки яхтенные для Андрея это был мир, как пропуск в мир яхтинга, то есть он вот отучился, это как права получить автомобильные, да, две недели обучения, до этого у него была еще интенсивная такая терапия, теории, вот, и, собственно, там завелись какие-то знакомства, он попал в команду и начал очень быстро расти, он, в принципе, обладает таким удивительным свойством, я ни в ком такого четкого вот этого свойства не видела, он очень быстро овладевает профессией, если она ему очень интересна, то есть он вот прям погрузился с головой, регаты, перегоны, они, значит, стали призерами в Rolex Middle Sea Race, это престижная регата в Средиземноморье, он участвовал в фастн-регате, очень сложная, считается, 600-мильная гонка, это от Лондона, вот в районе Великобритании, в общем, гонка, и между этим он перегонял лодки, тоже вот там на севере Франции, в Средиземке, и он специально набирался опыта для того, чтобы, то есть Андрей ничего не делает просто так, он должен был обладать вот этим вот багажом навыков, для того, чтобы спокойно свою семью погрузить в море, да, и с детьми, собственно, пойти, но предварительно вот до того, как еще мы купили лодку, примерно за год мы решили попробовать, то есть у Андрея был опыт полгода, у меня опыт был такой, только мечты и книжки, с детства начиная, вот ничего, собственно, практического, кроме двух прогулок под парусом, в качестве пассажира до этого, и мы взяли лодку на Канарских островах, на две недели, без шкипера, вот с детьми вчетвером, обошли пять островов из семи крупных, и, собственно, вот это наше было такое погружение семейное в яхтинг, как он есть, но там у нас тоже он был сразу отягощенный, потому что я за неделю до выхода сломала руку, это был перелом со смещением, операция, две спицы, вот Лада, ей было полтора годика, она была грудным ребенком еще, и вот я в одной руке вот так вот несла руку, вернее, ну, потому что так было больно, спицы терлись об кости, и вот грудной ребенок, и вот с этим вот всем багажом, соответственно, через неделю выходить в море, одним вообще, да, в океан вернее, и мне, конечно, было очень страшно вот этот шаг сделать, но все-таки мы его сделали, и вот эти две недели они как-то показали, что, ну, вроде можно жить, укачивает, конечно, некоторых, вот, но вот, то есть у нас перед покупкой своей лодки был такой тест-драйв двухнедельный на Канарах, и когда мы купили свою лодку, мы, на самом деле, начали на ней жить и ходить по морю, мы прошли Средиземное море с запада на восток, от Испании до Черногории, за зиму, за зимний сезон, зима в Средиземном море, как известно, не самое лучшее время, то есть шторма, да, холод, никого нет, то есть какой-нибудь морской волк зайдет, пропустить рюмочку Рома, что-нибудь починит, и на следующее утро уйдет, вот таких вот там человека три нам за всю навигацию зимнюю встретилось, естественно, никаких туристов, никого с детьми, никто не живет на яхтах, если мы стоим в марине, то лодки повсюду пустые, и вот это очень сильно наложилось, то есть была сложность, как оказалось, с морской болезнью, очень трудно было, я не знала, что меня так будет укачивать, потому что меня нигде не укачивает, а вот в море на яхте первые три дня это было просто легче застрелиться, чем идти дальше, и вот это было такое очень чувство одиночества обостренное, для меня это бы тоже было вновь, если бы мы начинали в летний сезон в Средиземке, наверное, это бы был плавный вход такой в мир яхтинга, но мы начинали зимой, и вот до сих пор, несмотря на то, что мы там дважды пересекли пролив Дрейка поперек, и два раза прошли его вдоль, а это самое штормовое место планеты, и там погода у нас, шторма были со снегом, и все равно Средиземное море для нас, вот для меня в частности, это был самый сложный период вообще в нашей яхтенной истории. А как вот отреагировала старшая Настя вот такой вот мысль, что в жизни она уже взрослая, в 9 лет она уже особо не живет, да? Она обрадовалась или она боялась? Ну, она, в принципе, мы путешествовать начали, первое путешествие у Насти было, когда ей было 3 месяца. Мы поехали кататься на горных лыжах за 600 километров от Новосибирска, первая болезнь у ребенка была обморожение, еще бы не обморозили немножко грудному младенцу, потом уже 8 месяцев она ночевала в палатке в плюс 8 на Алтае, то есть дальше мы ездили там на Урал, на машине, на самолете, потом уже дальше больше, в Крым она летала несколько раз, и вот после этого, когда у нее бронхиальная астма прогрессировала, мы резко изменили свою жизнь, уехали вместо Москвы, как собирались из Новосибирска в деревню, в Алтайские горы, чтобы лечить ребенка, и стали вывозить ее на море. И у нас было несколько сезонов, 7 полных зим, и чуть больше даже, мы отзимовали в Таиланде, и вот в Юго-Восточной Азии, то есть она, в принципе, привыкла, во-первых, учиться удаленно, то есть она получала волшебный пендель там в сентябре-октябре, потом мы улетали, она возвращалась в апреле-май в школу, сдавала какие-то там зачеты, экзамены, и все, переходила в следующий класс. Вот в таком режиме она жила, собственно, с первого класса по седьмой, и для нее вот это была ситуация привычная в отрыве от школы, с нами, но, конечно, в Таиланде и в Юго-Восточной Азии это был такой лайт-режим, потому что там все равно всегда были люди, какие-то друзья, знакомые, подружка ее с нами часто ездила с мамой, вот, и поэтому, конечно, когда мы вот на лодку пошли, мы тоже поэтому выбрали зимний сезон, потому что летом Настя прекрасно себя чувствовала в Сибири, а зимой у нее были приступы, и нам нужно было вот эту зиму сибирскую в любом случае отыгрывать, и вот мы ее отыграли в Средиземном море, и хоть это было очень тяжело, ни разу ребенок вот с прихода на яхту не завалил вообще. И вот поэтому она вот таким вот образом, в общем, была уже немного включена, то есть для нее это был, может быть, с одной стороны, меньше стресс, чем для большинства подростков, да, у нее совершенно не было бунта из серии «Вот привезли меня на яхту, ах, вы такие родители, не поеду дальше», да, то есть мы, ну, сразу предложили, что смотри, ты можешь жить с бабушкой с одной, с другой, можешь жить с тетей в семье, и две семьи очень близких друзей тоже ее готовы были взять к себе, вот жить на время наших путешествий. Ну, мы это и предложили, конечно, формально, потому что никто не собирался расставаться с детьми, у нас единственная вот возможность пойти в плавне была, это пойти всей семьей. И поэтому вот это вот все, она, конечно, она обалдела, тоже офигела, я бы даже сказала, когда вот мы столкнулись с тем, что дает зимой яхтинг, да, это было очень тяжело, очень тяжело, в первую очередь, из морской болезни, и вот это вот, конечно, чувство одиночества, и вот такая какая-то непрекаянность вот у меня в душе была, вот прямо дикая. И Настя укачивала очень сильно, и это тоже такой процесс, когда тебя на лодке укачивало даже во сне, то есть нужно проснуться, да, понять, что тебя мутит ночью, собрать там волосы в хвост, да, ну, просто из эстетических соображений, выбежать на палубу, а, надеть жилет с пристёжкой, да, пристегнуться, и только потом свешиваться за борт, ну, на правильном борту, чтобы всю лодку, я извиняюсь, не обрадовать. Вот, и поэтому вот эта вот вся вот эти манипуляции, система, она сама по себе очень утомительна, плюс если у тебя болит голова, да, и вообще вот эта вот вся причина, и плюс куча страхов, ну, ночью на вот прыгающей палубе, да, как бы вот это вот всё, это, конечно, был очень большой стресс, но вот тем не менее она, конечно, стойко это выдержала, и когда вот мы потом уехали на лето домой, слава богу, выдохнуть, и, конечно, у него, в принципе, не было сомнений, что она тоже это продолжит. Мы так с ней друг друга уговаривали себя, что морская болезнь, наверное, должна остыть маленько, наверное, будет с опытом полегче, и вот это вот всё, собственно, вот первый сезон мы протянули на это верю. А становится легче? Ты прикачиваешься там вот после скольких-то дней, или это всё от волн очень сильно зависит? Зависит от всего, зависит от погоды, да, во-первых, но чем в более бурную погоду... Водички принесут, чтобы меня запершило в год, не подготовилось, а вот... Хорошо, я рассказываю, потом, если что, посмотрите. В общем, морская болезнь, она зависит от многих факторов. Во-первых, от твоей готовности принять её, во-вторых, конечно, от погоды, ну и самый большой пик вот этого морской болезни, он приходится на первые три дня. То есть, если ты делаешь переходы больше трёх дней, вот наша стратегическая ошибка была в Средиземке, что у нас переходы как раз были до трёх дней, в основном два-три дня, два-три дня. И все эти два-три дня ты умираешь. А потом у тебя организм только собирается вообще привыкнуть, что скоро, наверное, будет более-менее, как ты причаливаешь. Всё, два дня на берегу, и у тебя мужичок забывает вообще, что он когда-то был в море, и, соответственно, ты выходишь в море снова как в первый раз. И снова начинается морская болезнь. Она со временем немного, конечно, проходит, и снова приходит. Ну, то есть, вот мы семь лет почти в море, да, сейчас она меньше одолевает. Но, во-первых, мы знаем, как с ней справляться. Во-вторых, очень сильно влияет психосоматика, как говорят, на морскую болезнь. То есть, если у тебя есть внутри страх. Вот не то, что там ты вот сейчас вышел в море, и тут же ты утонул. Вот ты не конкретно этого боишься. Но, в принципе, страх вот бездны под ногами, что у тебя там 3 километра вниз. И вот не то, что ты даже ничего-то осязаем боишься. Вот я помню просто, у меня первый весь сезон был вот здесь прямо ком. Вот я в каком-то таком бесконечном находилась в страхе и тревоге. Вот он был вот от всей ситуации, даже не от конкретики какой-то. И вот когда вот этот страх смерти проходит, или его нет, да, вот морская болезнь протекает легче. Ну, и еще моя, вот мой лайфхак, нужно очень много пить воды. Невзирая на то, что тебе потом придется идти в гальюн, да, по уходящей из-под ног палубе, нужно все равно очень много пить, потому что иначе болит голова так, что просто ты, ну, хочешь просто мгновенно это все выключить, и чтобы вот больше моря в твоей жизни никогда не было. А если пьешь воду, то хотя бы ты там с ихтиандром ходишь общаться за борт, но, по крайней мере, голова у тебя, ну, не разрывается от дикой боли. Вот так вот. А отличие, вот если ты в лодке внутри находишься, или в кокпите, вот сверху меньше укачивает? Сверху, конечно, лучше. Вот у нас благо, вот я сейчас показывала, да, у нас тут есть рубка. То есть у нас, в принципе, конструкция ясна такова, что ты над поверхностью воды, ты видишь море, горизонт. Вот рубки, конечно, укачивает меньше, если брать внутри, да, помещение. Если погода позволяет, лучше, конечно, быть в кокпите, лучше быть за штурвалом. И вот чем ближе ты к центру яхты, к центру парусности, в частности, вот это грот-мачта, да, тем там вот менее вот это укачивательное место, потому что лодка же, она вот колеблется как раз примерно с центром, в районе мачты, но либо за штурвалом. Какие-то работы, какие-то авралы, да, они тоже, в общем, переключают тебя с морской болезни на что-то другое. Но, конечно, несмотря вот на это всё, если не нужно ничего интенсивно работать по палубе, первые там два дня я преимущественно провожу в полулежачем виде, там с книжкой или с аудиокнигой, вот как-то так, просто в каких-то разговорах или полудрёме. То есть всё равно вот этот вот процесс вхождения, первое, это, конечно, ну, это, конечно, неприятно очень. Но потом, потом это стихает. То есть чем длиннее переход, тем большую его часть ты будешь чувствовать себя нормально, скорее всего. Вот ещё очень интересно, вот возможно ли во время перехода учиться, работать, или ты там вот лежишь, вот пережидаешь это всё, или, в принципе, ты в это время не можешь вот чем-то полноценным заниматься? Можешь, конечно. Вот когда первые три дня прошли, ну, может быть, два, да, если погода прекрасная, то тот редкий случай, когда волна маленькая, ветер хороший, да, то тебе через два дня хорошо бывает, что ты там, ну, полтора дня мучаешься, а потом более-менее. А потом, ну, вот у нас переходы по два месяца, их невозможно всё время лежать. Естественно, мы и учимся, и вот Юнга все переходы там до Африки, после Африки, до Австралии, она делала всегда уроки, у нас такая сессия с ней была, то есть на берегу всё время отвлекаешься на что-то, а уходишь в море на два месяца, и сессия, мы занимаемся, пишем таблицы, падежи, вот это всё изучаем. Я очень много пишу, статьи разные, свою книгу мы, ну, я пишу книгу, потом в блог у нас выходят, раз там в два дня хроники на сайт летят. И вот очень много разных таких проектов интересных, и, соответственно, ты всё время вот в этой работе, конечно, потому что, ну, и плюс чтение, да, вот если дети не любят читать, они бы, наверное, с ума сошли в этом переходе, а так чтение, книжка, это просто, ну, палочка-выручалочка. А у вас аудиокнижки и электронные книжки, или у вас именно обычные книжки, печатные, и вот просто если ехать, да, вот мы скоро думаем уехать, да, я вот думаю, как лучше учиться, да, получается электронные учебники, да, в целом, и просто тетрадки, да. Ну, вот у нас есть, на самом деле, у Лады за второй класс весь комплект учебников бумажных есть, да, были, но, тем не менее, она скоро потом начала учиться по программе школы, ей приходили в электронном виде, вот мы скачали просто учебники, и в ноутбуке, в ноутбуке, соответственно, вот эти все страницы учебников просто отсканированы, то есть в основном так, книжки электронные преимущественно, у нас есть несколько бумажных книжек, вот каких-то там любимых или какие-то, просто попали в библиотеку, но, естественно, вся основная база книг у тебя в электронной книге, да, электронную книгу важно не грохнуть, потому что она очень хрупкая, даже в чехле мы умудрялись ее грохнуть все равно, вот, и вот такая электронная, да, в основном форма, конечно, получается, обучение и чтение. Аудиокнижки, они хороши, вот если брать детей, да, то классно, если ребенок маленький, вот аудиосказки, это прям, что доктор прописал, потому что смотреть в экран очень часто укачивает, продолжает укачивать, да, смотреть в монитор то же самое, аудиокнига в наушнике, и все, и ты ребенка выключил, вот это такой мамский лайфхак. Я там видела вопрос про морскую болезнь, как мы снимали там, чем пользовались, да, таблетки помогают, конечно, но таблетками я не пользуюсь с первого года, от них, во-первых, в сон клонит, во-вторых, если ими часто очень пользоваться, у нас вот друзья есть, они несколько лет жили в море, делали большие переходы, океаны переходили, и потом забарахлила у него там пищеварительная система, и доктор сказал, что это побочный эффект вот от таблеток от укачивания, но она принимала их не месяц, там, не два, а довольно часто. Есть пластыри за ухо, они тоже как-то помогают, но вот питье, есть еще система специальных упражнений, вот у нас, кстати, на сайте есть прям средства от морской болезни, пост, я собрала все вообще, что знала, собрала туда, и вот есть специальная гимнастика от Виктора Языкова, если вы знаете, это очень крутой, знаменитый их смен, в прошлом году он стал их сменом года, обойдя в нон-стопе на яхте без двигателя в одиночку земной шар, вот по ревущим и неистовым за полгода и один день. Виктор Языков, вот он нарекомендовал как раз гимнастику на вестибулярный аппарат с закрытыми глазами, там нужно крутить головой в разные стороны, с дыханием связано, и вот если эту гимнастику каждый день делать, мужичок начинает думать, о, походу меня качает, наверное, я в море, и вот если ты это делаешь каждый день, главное делать это каждый день, потом ты выходишь в море, и ты как родной, но если ты на два дня прервался, мужичок обрадовался, что он на земле, ну и все, вот ты вышел в море, привет, здравствуйте, то есть вот это все надо так, ну, баланс вот этот, в принципе, когда постоянно пользуешься этим, ты понимаешь уже, где что, но в общем вот так, чтобы мы вышли в довольно волнительную погоду, и нас бы с Настей не укачивал, такого вообще ни разу не было, все равно укачивает. Ну, к этому привыкнуть, смириться нужно, да, в несколько дней там. Это как неизмешное слово. Мы выходили, и вот меня со старшим ребенком тоже укачивало очень-очень сильно, все остальные-то вроде бы более-менее. В целом, буду рассчитывать, что я прикачаюсь. Да, три дня, а потом жизнь начинает налаживать, что ты даже можешь есть. Вот в первые, например, две зимы я читала там дневник наших друзей, они переходили Атлантику, и они пишут, ой, сварили борщ, я думаю, какой борщ вообще? Вы что, есть можете? Когда мы шли в Средиземку, еще в самом начале, по три дня переходов, мне вообще не приходило в голову, что можно есть, я только могла пить и плакать, все, больше ничего. То есть я ребенку там что-то готовила, какие-то там кашки заранее, контейнер с нарезанными фруктами, там вода туда, все, а сама я есть не могла вообще. Вот, кстати, еще интересная тема приготовления еды. получается, там нужно готовить на один прием пищи, да, из-за того, что в холодильник это тяжело убрать, да, и вообще пытаться без супа, без жидкого, потому что аж париться можно из того, что укачивает, и там, ну, хоть там плита и на подвесе, да, вот к этому, вот к приготовлению еды на яхте привыкнуть нужно, потому что дома я обычно делаю много сразу же, на несколько дней, а там так не пройдет, да? Нет, ну почему на самом деле можно и на несколько дней, как бы, если плита на карданном подвесе, она должна быть обязательно на подвесе, иначе больше не получится. И вот эти, ну, держалки для кастрюли, у нас вот с плиты за всю жизнь ни разу ничего не улетело, вот именно с плиты, то есть со столов понятно, из ящиков, с полок, откуда угодно, с плиты ни разу. И вот то, что приготовлено, чтобы освободить плиту, можно вот раковины же глубокие, мы раковины перед переходом очень хорошо моем, у нас там просто стоят там какие-то эти, вот кастрюля там с супом, допустим, вот тот же суп, переходим и варим борщ, а коль скоро вот по южным широтам, мы идем практически всегда в штормовой погоде, ну, то есть волны меньше двух метров не бывает, в принципе, вообще, ну, вот были там какие-то дни штиля, а так от двух и выше, вот. Но мы ели борщ каким образом, то есть ты не накладываешь его в тарелку, а вот у нас ладе, например, кастрюлька идет, нам вот такие контейнеры высокие, там, не знаю, трехлитровые, наверное, на донышке туда наливаешь супа, и вот с этим контейнером ты сидишь и вот так вот с ним вот все время балансируешь и вот так вот ешь. То есть это просто вопрос сноровки. Можно готовить все, и торты мы готовим, и пиццы, и супы в переходе, и хранить, то есть можно придумать как. Холодильники, опять же, вот у нас холодильник с вертикальной загрузкой, да, как преимущественно на яхтах, это, конечно, гораздо лучше, чем вот такой дверь, потому что откроешь и ты задай. Вот такой вот открывающийся, дверцей муж вот думает, менять его или там, ну, что-то делать, чтобы, потому что ты так иначе открываешь дверь и все. И весь холодильник меняется. Очень дорого яхтиной. Вот у нас, на самом деле, открою секрет, мы с 2016 года вообще живем без холодильника. То есть вот та яма, которая у нас в холодильник, она просто шкаф, потому что он у нас сломался при пересечении Атлантики, он не выдержал жары, сам себя не только охлаждал, но и грел, и в конце концов сгорел. Новый холодильник стоит, сколько, Андрюш, тысяча, полтора? Около полутора тысяч долларов стоит новый яхтенный холодильник, но ему что-то не готово, мы так уже привыкли без него. В тот момент у нас не было таких средств, сейчас как бы лишних тоже нет совершенно. И мы привыкли без него, мы даже в тропиках живем без холодильника. Но это тоже такой вопрос сноровки, конечно, привычки. То есть у нас нет никакого мяса, ни границ, ничего такого никогда. Да, это... А вот как вот... Вот мы приедем в Средиземку, у нас вот яхта в Испании. Вот, и, кстати, я еще вот думала, спросить о том, как вот лучше покупать яхту. Но у нас, в принципе, схожая история. Мы искали определенные модели. И, в принципе, мы вот не взяли в какое-то место, и вот лодки искали. А мы искали определенную модель, она была одна, и мы приехали, посмотрели, она нас устроила, мы ее взяли. У нас все так очень странно, потому что все обычно рассказывают, мы приехали в какое-то место, посмотрели здесь, посмотрели там, и у вас вроде бы вы покупали так же, что вы посмотрели именно вот модели определенные и взяли, да? Да, мы сразу выбирали лодку двух верфей. Мы, видимо... То есть Андрей сразу выбирал лодку с огромным запасом прочности. Вот нам подходили Наутикат и Халберкраси. И вот два Наутиката продавались в Европе, он изучил все по интернету, договорился с обоими о встрече. Одна лодка продавалась в Испании, в Истепоне. Вот он прилетел туда и, собственно, ее же и купил. То есть там составил дефектную ведомость, три дня, за три дня все углы на лодке облазил. Вот такая дефектная ведомость получилась, что позволило сбить... Я ее смотрел, ничего себе! Да, да. Три дня сам во все дыры залез, просто ночевал даже в ней. Ну, то есть вот это вот все. И после торга ему удалось очень существенно сбросить цену, очень существенно. Здорово! Вот у меня муж этого делать не умеет, но, в принципе, пилотка продавала сниженка, видимо, ее просто захотели продать быстро и, в принципе, там по описанию все соответствовало, поэтому там вот не было ни одной вещи, где можно было бы сказать, что давайте снижать цену, и мы взяли, как она вот была на сайте, мы за эту же сумму и взяли. Ну, хорошо, хорошо, уже ситуация, получается, вот вы взяли лодку класса океаник, правильно, у вас полный киль, просто есть лодки разных классов, есть для прибрежного плавания, есть вот для соревнований, и есть вот самые крутые, они безопасные очень, но, правда, там жить не очень удобно, потому что все-таки они уже, чем лодки для прибрежного плавания, но если в океан выходишь, то на ней чувствуешь себя увереннее, да, вот именно старые лодки с корпусами, как вот у вашей лодки, у нас примерно схожая лодка, у нас Хельберкраси Террасмос 35, классно, отлично, ну, как бы, да, кто-то думает, ему нужно определиться, для чего ему лодка, да, если это там в Средиземке плавать, это один вариант, если уже в кругосветку идти, это лучше брать океанический тепло, тогда, и уже отталкиваться от этого, потому что, вот, я вот, честно говоря, с ужасом представляю, как вы там в стариковых 50-х шли, вот, я вообще боюсь представить, как мы через Средиземку плыть будем, да, а оказаться где-то вот там, где вы проходили, для меня это просто разрыв шаблонов мозга, я вот с ужасом представляю, что, возможно, через несколько лет нам это тоже предстанет. Но на самом деле на точке старта всегда очень страшно увидеть то, что было на финише, поэтому, когда вы пройдете Средиземку, уже будет менее страшно выходить в океан, чем вот сейчас, да, дойдете до Канаров, у вас уже будет океанический опыт, там, то, до сем, на самом деле, когда выходили в кругосветку, Андрюша, ты шуршишь, когда выходили в кругосветку по пассатным широтам, мы были очень далеки от мысли действительно пойти в Антарктиду, действительно пойти в сороковые и в пятидесятые широты, потому что, ну вот, как бы, бытует такое мнение, что семьей туда с детьми не ходят, но на самом деле не ходят, мы единственная русскоязычная семья, которая вообще туда с детьми сунулась, и в мире сейчас никто не делает такой кругосветки, вот, и я подозреваю, что и не делал, но когда вот ты вот больше-больше опыта, естественно, набираешь, главное, да, быть готовым отклониться от каких-то привычных стереотипов, отклониться от каких-то маршрутов там привычных, да, вот у нас первое очень серьезное отклонение было, когда мы пошли на остров Пасхи, допустим, предыдущее у нас было отклонение от маршрут, когда мы пошли в Африку и к бегемотам, к обезьянам заплывали в реки, поднимались почти на 400 километров, мы зашли в реку Гамбия, вот, то есть там туда тоже не ходят, мы единственных знаем русских, кто туда вообще заходил, пара семейная, наши товарищи, вот, и, собственно, когда ты вот делаешь какие-то шаги с проторенной дороги, да, тебе уже следующий шаг открывается, и он становится менее сложным, то есть, скажем так, не то, что менее сложным, более достижимым, и вот, если не бояться, если все продумывать до мелочей, тем более, когда у тебя дети на борту, тебе необходимо вообще предусмотреть все вот эти вот риски и все остальное, а потом уже куда-то выходить, допустим, когда мы пошли в Антарктиду, мы до этого стояли на огненной земле почти месяц, очень много общались с крутыми героическими капитанами, там были два капитана, капитан Литау, капитан Гаврилов, у них, у обоих по мировому рекорду, они, ну, в общем, один первый в жизни вообще в мире в истории парусных яхт прошел Севморпуть над Россией, восточный Севморпуть под парусом на яхте, а второй обошел Ледовитый океан по периметру за одну навигацию, впервые в истории вообще парусного флота, вот, парусных яхт, и у обоих, у них, вот им принадлежат эти мировые рекорды, соответственно, колоссальный опыт, и они сейчас работают в Антарктике, в летний сезон они работают в Арктике, и вот с ними мы очень много общались, и Андрей сказал, если я хотя бы на 20% буду сомневаться и идти, не идти, то мы никуда не пойдем, и, соответственно, вот эти вот все риски, когда просчитываешь, уже потом, следующий шаг делать проще, когда ты что-то знаешь об этом, естественно, вот первому в темноту шагать очень трудно, а когда уже есть кто-то, кто ходил, вот эти вот все опыты и свой собственный опыт, этот шаг уже сделать не так трудно, но изначально, конечно, страшно, ты думаешь, господи, где я и где Антарктида вообще, например. Вот еще очень сложная тема по медикаментам, вот если аптечку делать, то там получается просто гигантский список, все, что взять, потому что тем более, если там в других вот регионах многие лекарства просто так не купишь без рецепта, вот как вы вот с этим разбираетесь? Ну, антибиотики все из России, у нас есть антибиотиков несколько, есть на ухо горлонос, есть общего действия и есть какие-то внутренние там желудочные дела. Гормоны, антибиотики, это все из России, противовирусные, все препараты из России, да, то есть периодически мы обновляем, естественно, когда срок годности проходит, в каких-то обитаемых уже местах мы теперь находимся, да, вот что в Австралии, что в Киптауне, мы, нам в Киптаун привозили медикаменты, то есть летели друзья, мы им заказали. Вот. Кто-то привозил. Да, да, то есть российские, вот эти все какие-то там вещи, которые ты не купишь без рецепта, потому что, чтобы получить рецепт, мы однажды покупали в Испании антибиотики, сначала 50 евро врачу за прием, ты приходишь и говоришь, мне нужен вот этот антибиотик, он смотрит по сфрачу, и говорит, ой, правда этот, ну ладно, выпишу, и вот только рецепту постоит 50 евро, как бы, очень невыгодно. У нас есть очень много разных медикаментов, включая адреналин для уколов сердца, вот, есть набор стоматолога экстренного, но он как бы не во всех случаях поможет, если у тебя пульпит, как бы, это только, наверное, ухудшит ситуацию, а если вот кусок зуба откололся, и ты тут же его залепил, да, вот это другая тема. Есть скальпель у нас, набор хирурга, швейные иглы, вот это все, то есть есть какие-то, ну, народные средства, но мы большую часть вообще заболеваний, которые у нас были, мы лечим без медикаментов преимущественно, ну, то есть какие-то болеутоляющие используются чаще всего. Настя вот антигистаминные, потому что у него астма ушла, но аллергия осталась, вот, и большим количеством воды, какие-то там натуральные витамины, это вот максимум, что мы обычно используем. Стоматолога посещаем на берегу, он везде платный, не покрывается страховкой, поэтому, как бы, тут особой разницы нет, хотя в Австралии стоматолог стоит бешеных денег совершенно, вот, я думала дотянуть до России, мы сейчас хотели быть уже в России, должны были быть, но из-за коронавируса все это накрылось, и вот мне поставили во время карантина временную пломбу, только вот экстренную медицину они сделали, чтобы зуб не болел, это обошлось, господи, в какой-то космос, временная пломба, около 25 тысяч рублей, если на рубли переводить, или 29 тысяч рублей, рентген, вот что там они там сделали, поставили, короче, 25 тысяч, он говорит, приходи через 4 месяца, будешь делать постоянную, я боюсь представить, сколько это будет, потому что я и в тот момент надеялась, что я это уже в России сделаю, вот, так что в Австралии на стоматологу попадают, тысяч рублей, да, это космические деньги, нужно будет нам всем, временное при этом, временное, то есть еще будет, то есть еще будет, то есть можно, отъездам обязательно, это капец, даже в смысле, и справочники, видимо, медицинские, в распечатанном виде, ну вот именно, книжные, да, нам подарил справочник медицинский, книжечку красного цвета, для как раз оказания первой медицинской помощи в местах, где недоступна медицинская помощь никакая, то есть вот такой справочник юного этого, врача скорой помощи, который в тайге или там с медведями, вот, он у нас есть такой бумажный, есть у нас какие-то электронные, вот некоторые там я сохраняю штуки, у нас есть возможность экстренной связи, и есть на берегу близкие друзья, вот два доктора, то есть теоретически мы можем позвонить, если дозвонимся, то какую-то там экстренную консультацию получить, то есть есть такие как бы подушки безопасности, у Андрея есть курсы первой помощи в бэкграунде, вот, ну и он в принципе у нас обучался у мастеров тайского севера, искусство врачевания восточному несколько лет, и у него есть вот эти начальные, ну даже не начальные, а база вот такая вот о том, как устроен человек, как его лечить, и все вот это вот. Вот спрашивают, расскажите, пожалуйста, про шоппинг, ну вот честно говоря, вот непонятно, про какой шоппинг. Про шоппинг, шоппинг там и дешевый, дорогие друзья, в России, в Украине, в Беларуси, я думаю, там, вот самый клевый шоппинг там, потому что дальше за границей все становится дороже, вот, чем дальше ты находишься от Европы, тем цены выше, вот сейчас в Австралии цены совсем высокие, в Тихом океане они тоже очень высокие, и если речь идет о продуктах, да, если когда ты покупаешь вот local food, местные продукты, в Полинезии, грубо говоря, там вот в центре Тихого океана, на островах, приезжаешь на ферму и берешь с фермы кокосы, бананы и прочие финики, это будет стоить очень маленьких денег, но только вот главное прийти не на рынок, а вот приехать на ферму, это, в общем, такая распространенная опция. Очень много полинезийцев, очень щедрые, они тебе могут там треть продуктов подарить просто, потому что у них ее завались, да, то есть вот в правильных местах. Если в магазинах, то, естественно, ты сначала узнаешь, где подешевле, где самый дешевый магазин, и часто ездишь не в тот магазин, который около дома, а в тот, в котором щадящие цены, выбирать продукты, но это очень распространенная практика и в Европе тоже, да, с брендом магазина, например, магазин называется Coles, да, и небрендированный товар под маркой Coles, под маркой супермаркета, вот, они, соответственно, они будут самыми дешевыми, потому что у них нет затрат на брендирование. Ну, то есть вот какие-то такие фишечки. Вот здесь в Австралии при их космических ценах мы тут с Настей осуществили на медне очень классный шоппинг. Здесь вообще есть культура, во-первых, выбрасывания, вернее, выставления на дорогу вещей, которые не нужны. Здесь можно вот телевизор с такой диагональю трехметровой взять просто с улицы, вот, диваны там какие-то, то есть есть специальные дни, когда они выносят то, что им не надо, поскольку страна с очень высоким уровнем жизни, есть люди, которые вот ждут этих дней и прям проезжают по нужным местам. Нам вот, допустим, вот это кресло практически с помойки, вот это штурманское кресло, блин, где оно? Вот оно, вот видите, белое с черным. Короче, это напротив штурвала, вот здесь штурвал, да, и вот это кресло, нам, друзья, вот как раз на таком вот месте, где выставляют на улице, это кресло нашли, притащили, мы сделали для него, сварили там крепление, и, короче, у нас теперь есть кресло. Допустим, в секонд-хендах здесь тоже обычная практика одеваться, и, допустим, можно, если долго пошариться в них, я вообще как бы не любитель вот этого всего, но мы с удивлением с Настей обнаружили, купили 3 или 4 вещи с этикетками за 5 долларов, то есть ты покупаешь классные джинсы с бумажной этикеткой, еще не отпор, это, кому-то не подошло, да, они относятся к секонд-хенд, там стоят такие баки, все сваливают туда, и вот, короче, на 50 долларов мы с ней накупили, просто вот, вот закрыли потребности на двоих человек в шоппинге, которых там не закрывали предыдущие 2 года, вот такая история, то есть, вот какие-то нужно искать лазейки, но, конечно, это все равно будет довольно дорого, вот, ну, в Австралии, в Южной Африке, допустим, и в Тихом океане, если покупать что-то в магазинах, это будет дорого. От этого никуда не тенешься. Ну, как бы, ты не кушаешь, или ты не кушаешь, или ты там в чем-то одет, или ты не одет. У нас, на самом деле, в яхтенной жизни есть же очень большой плюс, тебе некуда сложить, хоть и нечего надеть, конечно, сложить некуда, поэтому ты носишь вот одни и те же джинсы, пока они не выходят из строя, потому что тебе гоняться за брендами вообще ни к чему. У тебя кроссовки, сланцы, вот сейчас уже на улице там плюс 15 градусов, мы ходим в сланцах, и как бы не приходит в голову даже одеть кроссовки неохота. Вот, ну то есть каких-то таких у тебя представительских расходов почти нет, у тебя есть пара приличных вещей, да, а остальные ты носишь, пока они вот не начинают терять товарный вид, то есть ты покупаешь вещи не потому что мода или потому что там что-то, а потому что вещь уже смотрится как-то неудачно. Неудачно одевать нечего. Ну мы, кстати, и вот живем, и я приобретаю, например, на поле, и скины лежит, у меня там, вот несколько кофточек, несколько джинс, если они протираются, покупают смену. У меня аскетический образ жизни в этом плане, так что в этом, ну в этом битинге у меня вот лишений мне тут не будет. Да, да. Надо просто понимать, если мечтать о предшественной яхте, что это аскеза такая. Это, конечно, будет аскеза. Аскеза, но для кого-то это будет ужас. Ужасно, для меня это ужасно не будет. Нормально, а что такое, все нормально, как бы, да. И тут, и там, поэтому отлично. Вот техники, да, какой техники лучше давать предпочтение, вот если там ноутбук, там вот видеокамер, у вас опыт большой, да, что там живет дольше? Ноутбук, только Apple. Это не реклама, компания Apple, можете заплатить нам денег. Вот, вот этот металлический Apple, видите, как он, вот полоса сейчас появилась, а потом исчезла. Он уже прошел с нами и Крым, и Рым, ему 7 с лишним лет. Он падал 150 раз. Вот за то, что его тут магнитное крепление, магнитное к проводу, да, соответственно, он когда падает, на проводе не повисает, а сваливается с провода. Это очень круто. Или когда ты задеваешь зарядку, она сама потом отваливается, да, не тянет за собой компьютер. То есть только MacBook. Вот, может быть, есть какие-то еще пуленепробиваемые ноутбуки, я таких не знаю. Мы купили, Насте, ей нужно было для дистанционной школы компьютер на Windows, и мы купили Aser, да, как он там называется. Он у нас прожил ровно неделю до первого падения. Упал, все, восстановлению не подлежит. Совершенно новый ноутбук. Вот, это мы как раз хотели сэкономить на покупке, ну и плюс нужна была на Windows. Вот, поэтому, только MacBook, из планшетов только iPad, опять же, за счет того, что у них железный корпус. Вот, то есть стекло уже у нас там в двух iPad'ах разбито в хлам, но они еще работают за счет того, что он сам не разбит, у него железный корпус. Вот, телефон у нас, какой, Samsung, господи, Samsung, чего там, Galaxy S10, Aqua? Ну, короче, водонепроницаемый какой-то Samsung. Айфонов у нас никогда не было, поэтому я как бы не знаю, как они себя ведут. То есть телефон вот надо, чтобы был водонепроницаемый, поскольку он нам нужен для блога, там хорошая камера, поэтому вот мы этот купили. Вот, ну, а все остальное, как бы вот, чем оно меньше бьется, да, тем оно, или влагозащищеннее, тем оно лучше служит. Вот наш ноутбук, говорю, служит 7 лет. Что с интернетом порекомендуете? Вы, получается, приезжаете, берете местную симку, а если вы не в марине, то, получается, используете Wi-Fi марину, да? Да, Wi-Fi марина, ущелитель Wi-Fi сигнала на мачте, это очень нужная опция. Вот, сейчас нам тоже, ну, мы покупаем местную сим-карту с самым выгодным тарифом, в котором там нет звонков преимущественно, а есть только интернет, пакет интернета. И вот сейчас так прикольно получилось, мы купили пакет интернета тут на местной симке, и в связи с коронавирусом, вот Австралия, кстати, характерно для Австралии, здесь все очень дорого, но очень много чего можно получить бесплатно, потому что они very social, они вот помогают, то есть у них вот это вот прямо в воспитании зашито с молодых ногтей, вот это вот взаимопомощь, поддержка и все такое. И нам приходит смс-ка буквально через 3 дня, что на вашем тарифе будет там не 50 гигабайт интернета, а без лимитов. И вот мы продолжаем платить по тому же тарифу, но за это мы качаем фильмы, мы выгружаем свои видео на YouTube, мы какие-то тут архивы формируем, все это с мобильного интернета, то есть практически вот, ну, нет нужды даже. да, потому что в России-то интернет хороший и дешевый, а вот в Европе он уже дороже, там, в других регионах, это вообще, ну, проблематично, чтобы там загрузить что-то, или там свои видео загрузить. Ну, самая классная опция, это когда усилитель интернет-сигнала на мачте, да, сходил один раз в кафе, многие так делают, а потом становится на якорь недалеко от этого кафе, и все с усилителем интернет-сигнала, с антенны, они ловят береговой Wi-Fi. Вот очень часто так, ребята, делают, в частности, переведенки. Нужно будет это отметить в списочек необходимых покупок. Да-да-да, да. Вот там спрашивают, живем ли мы все время на яхте, или ночуем на берегу. Мы всегда живем на яхте, мы ночуем, днем на яхте, то есть, вот за все 7 лет у нас, пожалуй, можно там по пальцам сосчитать дни, когда мы ночевали на берегу, и чаще всего это было, когда мы, допустим, брали машину, на 2 недели уезжали, вот там, по Колумбии, по какой-нибудь. Вот, но это очень мало было таких случаев. А у вас есть вот на яхте эти палатки, чтобы все вот радиалки делать там в горы, или, ну, до каких-то интересных объектов, чтобы там останавливаться можно было. Вот, не снимать? Палатки у нас нет, но, в принципе, если бы была палатка, было бы круто. Вот мы сейчас буквально 2-го числа как раз едем с друзьями тут на кемпинг, ну, и мы здесь у знакомых, у товарищей просим палатку, чтобы они нам дали ее погонять. То есть в Африке мы также ездили в национальный парк, ночевали в национальном парке, тоже у русской общины нам ребята дали палатку погонять. То есть, в принципе, если есть хорошие связи, ну, сейчас мы просто, у нас крутая экспедиция, поэтому мы с русской общиной сразу начинаем коммуницировать активно, там, вот это все на тему, там, встреч под эгидой консульства, и вот очень много друзей заводится, потому что им интересен такой образ жизни. И вот, соответственно, вот такие случаи, как найти палатку, вот получается, не проблема в обитаемых местах русскими. Но, в принципе, да, если палатка есть своя, есть куда ее положить, это классно. Я просто вот, что говорю, нужно взять, он говорит, зачем на самолете ее везти, ты чего, потому что там лодка будет, я говорю, на всякий случай, пойдем в горы, можно будет там остановиться. Вот, у нас тут горы, ну, посмотрим, как там пойдет домой, чтобы... Может быть, лучше будет и не тащить, а купить в каком-нибудь декатлоне палатки там в Испании, могут быть, скидочные какие-то варианты цены. Например. Вот классный вопрос, а что так можно было? Вот этот вопрос, а что так можно было? Знаете, это вот был тот самый пендель, почему мы оказались в яхтинге. Мы ходили с Настей, ну, зимовали на море, да, то есть мы у нас уже, мы понимали, что мир открыт, много путешествовали, и в Восточную Азию все объездили. И вот однажды, Насте было лет 8, наверное, 9, мы на самом южном тайском острове увидели объявление, прибитое к пальме. Возьмем в экипаж яхты от 2 до 4 человек, еда и топливо в складчину, пройдем по Филиппинам, 2000 миль там по океану, трам-пам-пам. И, а у нас даже не было такой опции в голове, что вообще на парусных яхтах ходят по океану сейчас. Ну, ладно, там 200 лет назад это был такой, то есть это было отношение такое, что это раритет такой какой-то, но прошлого Дани. И мы такие с Андрюхой друг на друга, ой, что так можно? И тоже нас просто щелкнуло, типа, вау, мы, конечно, никуда никуда не пошли, но вот то, что так можно, вот мы узнали из объявления на пальме просто. Ничего себе, удивительно. У меня-то это пришло в голову, муж в России ездили велосипедные походы, и мне это очень нравилось. А потом появились дети и с маленькими детьми, что все-таки это тяжело делать. И жить от отпуска до отпуска тоже как-то очень скучно, и хочется чаще ездить, и я думаю, как бы так сделать, чтобы свой дом с собой возить. Да-да-да. Автодома, опять же, бензин и ограниченные движения, вот такая, вот, дахта, отличная идея. И я думала, но мы к этому шли значительно дольше, чем вы, вы очень быстро так раз, и вот реализовали мои мечты. Блин, в этом плане большие молодцы. Мы думаем, думаем, делаем постоянный удаленный доход, пытаемся, да, чтобы вот ехать и быть уверенными, что будут постоянно деньги, что мы сможем зарабатывать. У меня муж такой очень основательный, это я бы уже взяла бы и уехала, а он такой, нет, нет, чтобы все четко и было уверенность в завтрашнем дне. Так что... Вот я согласна, на самом деле это правильно, потому что если у тебя нет удаленного дохода, вот у нас болезнь дочки, да, позволила нам вот этот удаленный доход 10 лет формировать, потому что у нас тоже были бизнесы, совершенная привязка, а коль скоро нужно было ребенка лечить, мы уехали в деревню, потом уезжали на море ее вывозить от зимы, да, убегали. Вот, хочешь не хочешь, пришлось вот переводить на удаленку. Доходы, конечно, сократились, но вот в десяток раз, прямо на порядок, вот. Но, тем не менее, вот когда у тебя вот это вот есть спокойствие, да, то есть вот того, что мы сейчас получаем, в принципе, нам на жизнь хватает, да, но вот эта подушка безопасности должна быть, хотя бы там в виде пары сдаваемых квартир, да, или там вот, ну, то есть какой-то вот такой вот источник заработка, там, или онлайн заработок, но вот такой, который тоже более-менее постоянный, это, конечно, супер, вот так и должно быть, да. Вот там тоже вопрос, можно я прочитаю, как приняли окончательное решение, что стало последней каплей? Вот последней каплей, когда вот мы решили, что так можно, да, вернее, поняли, мы думали, что через 20 лет купим яхту, ну, не думали, вернее, поржали, типа, о, через 20 лет купим яхту, на пенсию выйдем и пойдем вокруг света, ха-ха-ха-ха. Вот, на этом, собственно, вот тот момент закончился, но где-то вот мы слишком осталось. У нас буквально через год к нам опять же в Таиланд приехал наш друг, и он взял на день парусную яхту с капитаном, говорит, хочу попробовать, яхта была небольшая, типа, хочу попробовать, как она ходит, потому что такую же покупаю. Вот, и Андрей взял с собой. Андрей вот этот день походил на яхте, вернулся, ну так поделились впечатлениями, а коль скоро я с детства мечтала, я с 8 лет мечтала о парусе вокруг света, прочитав Жюля Верна, чуть просто, ну я с ума сходила от этой мечты, вот настолько она была сильной, ну понятно, что она потом забылась, но вот, то есть тут меня уговаривать не пришлось, и вот после вот этого первого опыта, через месяц, там буквально полтора, Андрей уже пошел в яхтиную школу, ну а коль скоро, вот он пошел в яхтиную школу, дальнейшее было, ну чтобы права не просто на полке лежали, то есть он наращивал, наращивал опыт, потом мы попробовали, вот этот самый первый раз на Канарах, и все вот разговоры, они конечно шли от капитана серьезные, потому что если бы не Андрей, я бы так в фантазиях в этих пребывала бы до конца жизни и ни в какое бы море не пошла, а Андрей, вот он тот, кто взял вот эту мечту и воплотил ее и сделал реальностью, и вот он начал поговаривать, окупим яхту и уйдем, я так посмеивалась, типа ага, ну соответственно, как бы вот, ну он дальше смотрел, а вот говорит, смотри, такая лодка, такая, я такая, ага, ну да, ну типа, ну ничего, и вот как-то тык-тык-тык-тык, степ-бай-степ, и вот после того объявления на Кокосовой Пальме через 4,5 года мы купили уже яхту, и вот практически сразу на нее переехали, то есть сначала немножко Андрей подготовил, я с манатками, с двухлетним и одиннадцатилетним ребенком мы приехали на яхту, и вот собственно так. Вот еще очень интересно, что у вас в смысле двигались в одну сторону, потому что у многих проблематично, один хочет, а другой нет, да, и вот если семье хотят двое взрослых, то это уже, ну, большая вероятность, что они смогут реализовать свою вот эту вот мечту, свою вот эту хотелку, главное двигаться в нужном направлении. очень интересно. Вот жена и муж обязательно должны смотреть в одну сторону, вот это прям залог, в принципе, успеха, потому что жизнь на яхте, это же не только семейная жизнь, это сразу начинается совместная работа, ну, то есть это сотрудничество, команда, капитан, ты старпом, когда в море капитан всегда прав, то есть как бы вот это все, все, что связано с ходовыми какими-то делами, да, яхты, когда она идет, когда нужно маневрировать, то есть всегда решение принимает капитан, и ты там уже не выпендриваешься, ты делаешь то, что нужно. То есть это нужно понимать, что уходя в море, вы становитесь не только семьей, но и командой, которая работает вместе. Очень часто семьи не выдерживают, работая вместе, да, и живя вместе. Вот этот вот процесс, он такой тоже требует определенных каких-то, ну, компромиссов больших иногда. Но если удается договориться, то получается очень классно. Вот можешь еще вот несколько слов про школу, где учится Лада, это географическая школа. Да, Лада учится очень классно, мне нравится. Географическая школа, он смотрит на меня, как раз нам что-то читает, они сейчас буквально, когда начали... Русская географическая школа имени святого Андрея Первозванного. Слышно было? Да, слышно было. Русская географическая школа имени святого апостола Андрея Первозванного. Это маленькая школа, и в этом есть, ну, дистанционная школа, у них есть сайт в интернете, они есть в Фейсбуке, вот в Инстаграме они есть, то есть как бы я могу... Практически информации нет, я уже заходила, на эту школу смотрела, но у них там практически описания нету, там нет, ой, все уже заканчивается 30 секунд. Ай, ну, нужно... Ну, очень дистанционно научно сейчас по Скайпу, а когда нет Скайпа, тогда мы с ней делаем задание. Там надо лучше лично с ними списываться, и будет счастье вам. Спасибо, было очень интересно пообщаться, почерпнула много новых знаний, все, выключаюсь. Спасибо, спасибо.